Так, все, давай представляться. Всем привет! Меня зовут Катя Рок, я персональный стилист. Я Настя, я иллюстратор. Катя, ты молодец. Не желаю. Давай хотя бы фэшн иллюстратор. Каждый раз новый человек. Мы заводим новую рубрику на канале. И она, скорее всего, я так подумала, будет полугодовой. То есть сезон, когда на улице ок, и можно ходить и снимать. Это будет такого плана рубрика. Потом у нас будет шоу. Оно будет зимнее, мы будем ходить в гости к людям. Но сейчас не об этом. Сейчас рубрики, которая ждет вас буквально сразу, о том, как одеваются люди на улицах нашего родного Петербурга. Мы снимаем обычно на Рубинштейна, поэтому ждите рубрики, приходите сюда. Да, у нас будут, может быть, в дальнейшем всякие митапы. И мы будем звать и подписчиков, и снимать их, спрашивать, что надето на них. Но сейчас, да, Рубинштейна. Потом с Рубинштейном мы пойдем в сторону кооп-гоража, Гороховые улицы. И будем ловить интересно одетых людей. Посмотрим, что из этого получится. Погнали! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Полина. Чем вы занимаетесь, Полина? Работаю в магазине с одеждой. Не переживайте, так? О, ничего себе. А в каком магазине? Юник Фабрик. Ага. Видите, незвалированная реклама, зато магазина будет. Приходите. Расскажите, пожалуйста, что на вас надето? Все очень демократично. Это все Зара, помимо брюк. Брюки, я не знаю, я купила с рук. Круто. Туфли тоже Зара. Да. А сумочка Стар Ворс, я вижу. Почему вы так скрываете? Ну, мне не нравится. Ой, это с ланцем. Зачем же вы купили? Ее дали в подарок. А, тогда ладно. Где вы одеваетесь? Ну, Зару любите, я так понимаю. Нет, я просто смотрю на одежду. Что понравится, то и беру. Ну, то есть вы приходите там в галерею, например. Не прихожу, в интернет-магазине смотрю. А, то есть вы за онлайн-шоппинг? Да, всеми руками. Вот. Спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Руслан. Я одет в H&M и в Рибок. То есть это H&M, а это тоже H&M? Я заказываю где-то уже 2008, наверное, года. То есть, ну, в моем городе, где я жил, там не было Эйчика, я не знаю. Ну, был топ-шоп. А, раньше топ-шоп любил. Но сейчас мне перестал нравиться, во-первых, не знаю, модельный ряд. У них мало стало базовых. Я стараюсь все-таки на базовые шмотки. Угу, сейчас 3 секунды. Ну, я, короче, люблю базовые шмоты абсолютно. И мне нравится этим H&M. Спасибо вам большое. Это было классно. Скажите, как вас зовут? Вика. Учитесь, работаете? Работаю. А, и что на вас надето? А, нет, я уже не работаю. Я сегодня уволилась. Откуда уволилась? Из Лук Тима. Хорошее решение. Согласна полностью. Празднуете, значит. Что у нас сегодня вы выбрали в качестве одежды? Я выбрала, не знаю, все, что удобно. Сегодня уже жарко. Очень крутые на вас шлепки, очень крутое кимоно. Скажите, что по брендам. Да. Брюки Zara, H&M. Отлично. Винтажный оф-оф. Отлично. Монки. Клево смотрится. Очки-уделка. И комната-каштон. Все ясно. А какой стиль предпочитаете? Этот или это просто сегодня? Нет, это просто повседневный. Повседневный, да? Так, кожа, латекс и все любое. Ага, ясно. Экстремальный. Экстремальный. Все, сейчас спасибо. А где предпочитаете онлайн-шопинг? Не-не-не, я в основном шью, либо уделка. Ух ты, интересно. У нас уже два человека по онлайну задвигали, а вы все. Не-не-не, я после того, как начала работать в лук-тиме, к такой одежде не очень отношусь. А на бренды не хватает денег. Выход есть всегда. Спасибо. Меня Сережа ждал. Очень приятно. Расскажите нам, что он вас одет по брендам. Это просто футболка моего ресторана. Отлично. Да, хорошее место. Да. Джинсы, девайс, редвинг, ботинки и куртка-барбур. И очки рыбан. Да. Трусы показать? Можно. Так будет только интереснее смотреть. Красавица. Райклорай. Отлично. Спасибо большое. Не, оффлайн. Оффлайн. То есть, вы очень любите ходить в магазин для себя примерять? Не люблю, но примерять, да. Это непонятно. Татья, пожалуйста. Александра. Александра, расскажите, пожалуйста, что на вас одеты? Вичендем. Футболка. Классная. Тапки Вичендем. Носки Вичендем. Трусы Вичендем. Я смотрю, в Петербурге все адепты H&M. Ну да. Все близко к Скандинавии, я уверена. Татья, что ж? Меня зовут Кирилл. Евгений. Что на вас одеты? Брюки, туфли, рубашка. А бренды? Юникло. Обувь аллая. А рубашка, я не знаю, какой бренд. А сумочка у вас одинаковая? Да, это шутка или повод. Неплохо. Это Марию посоветовала. Так, теперь ваш. Костюм рарая, рубашка Zara, а обувь, я не помню, честно, по-моему, маскот. Да, похоже на Юджи и Мамото. Ну да, но маскот делает, так скажем. А где вы работаете? В ДЛТ. А вы там байер? Нет, главный мерчендайзер. Ага, понятно. Так, а вы нам не сказали, где вы работаете? А я работаю в банке. Круто. Спасибо. Имя родного друга. Да, да, да. И все созвездно. Да, спасибо большое. Спасибо вам большое, успеховала. Всем привет. Ну, привет. Привет. Меня зовут Настя. Очень приятно. Очень приятно. Мы знакомы. Я иллюстратор, художник, дизайнер. Расскажи, пожалуйста, Настя, что на тебя надеться сегодня? Так, на мне Adidas Originals. НМД. Да. Они самые крутые, самые удобные, как тапочки. Это Монки. Это першка, по-моему. То, что вот попалось. Это H&M. Люблю. А это резерв, по-моему. Да. Класс. Это резерв. Все. Блин, мне очень нравится сочетание обуви с джинсами. Прям супер. Ну, я не старалась особо. Да, да. Первое, что попалось под руку, я не делала. Мы уже слышали. Ты не с вами с кровати? Да. Да, я очень трафик. Скажи, ты предпочитаешь одежду покупать онлайн или оффлайн? Онлайн. Я терпеть не могу ходить по магазинам и никогда не примеряю одежду. Если я иду, то я просто с вешалки сразу беру свой размер. Если он не мой, все равно беру. А, понятно. То есть даже примерочную? Нет, я терпеть не могу примерять вот это все. Хорошо. Спасибо большое, Настя, что уделила нам время. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я пленочный фотограф. Инстаграм. All is black. Правильно. Вот. Сама реклама. Нет ничего лучше. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, что на вас надет? Мы тебя так отметим, Настя. Это инстапампы. Брюки школьные со школы. Класс. Вот. Это тема. Очень крутые. Сутболка подаренная. Это кинзо. И рюкзачок. А рюкзачок? Тоже рюкзачок. Все рюкзачок. Что дают? Пайш онлайн, оффлайн. Я не покупаю. Все дают? Да, все дают. Неплохо. Секонд-хенды, может быть, но тоже очень редко. Ну, то есть, шоппинг не твоя любимая история? Не мое. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Дэнго. Меня зовут Александр. Я из Акландии, Нью-Заиланд. О, круто. Нью-Заиланд. Да, круто. Такая красивая страна. Какое ты в городе? Все, что я имею в виду, это около 1,000 рубля. Потому что я не знаю, что я куплю, что я могу. Найс. Это конверс. Можно мне сказать о бренде? О, черт. Я не могу сказать о бренде. Я не знаю. Окей, но ты выглядишь очень круто. Спасибо. Спасибо большое. Я просто беру все, что я могу. Спасибо большое. У нас почти все люди, которые отвечают. Это все H&M. Это примерно так. Это все петербургские... Это неплохо. Петербургский минимализм, помешанница Скандинавии. Так что... Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Леонид. Я занимаюсь одеждой. Леонид Алексеев. Известный дизайнер одежды. Расскажите, пожалуйста, что на вас надето? Я, к счастью, своему люблю скандинавский стиль, как и все петербургцы, поэтому на мне джинсы и куртка H&M, но это какая-то премиум... Джинсы Zara, куртка H&M, премиум... Студио? Студио. Но на мне очень крутая футболка Хельмут Ланг из Красного Моста, который мы так любим. И рюкзак Мар Джейкобс, который я не могу с ним расстаться. И я знаю, что мне на день рождения приготовили три рюкзака, чтобы я перестал ходить с этим. Хорошие друзья. Хорошие друзья. А что за обувь? Это потрясающая обувь. Я купил на курорте в Испании. Она стоит 12 евро. Марку я не запомнил. Великолепно. А где вы покупаете одежду? Онлайн или офлайн? Я везде покупаю одежду. Я вообще куда ни приду, везде покупаю какую-нибудь одежду. Но чаще я делаю это для клиентов, для своих каких-то ивентов, которые делаю. Чаще всего для себя покупаю все-таки в магазине, что очень люблю шоппинг. Люблю момент входа, покупки. Как это редко слышится сегодня. Все онлайн. Не-не-не, обожаю ходить в магазины. Вообще, если они исчезнут, я не знаю. Поддерживаю полностью, целиком. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лиза. Очень приятно. Меня зовут Катя. Я, кстати, первый раз сказала сама, как меня зовут. Все время, что мы снимаем. Какая невоспитанная. Расскажите, пожалуйста, что на вас надето сегодня? На мне балетки Zara. Цену не надо. Мне не надо. Платье Reserved. И кардиган Zarina. А, и сумка Утерка. Очень хорошо. Класс. Вообще супер просто. Где вы предпочитаете покупать одежду? Онлайн, офлайн? Оффлайн, да. У меня было пара плохих очень опытов. Особенно с русскими дизайнерами. А вы больше любите русские дизайнеры? Предпочитаю, потому что цена-качество обычно хорошее соотношение. То есть берут, если ткани и шьют у нас, то они меньше тратят логично на транспортировки и все эти дела. Например, какого русского дизайнера вы бы посоветовали? Все вылетело из головы, потому что все опыты были очень негативными. Да, то есть все-таки вы не станете советовать? Я знаю вот эти вот магазины, где они собирают очень много русских марок. Вот там это Gate 33, по-моему, или это корейская. 31. У них корейцы, да. У них фабрик, у них фабрик, но у них вот эти вот платья простого кроя, видно, что ткани хорошие, но все цены там, допустим, от 9, от 8, где-то тысяч. То есть проще масс-маркет купить? Ну, в каких-то случаях, да. Иногда проще самой шить. А, вы шьете? На самом деле, да, да. Стараюсь. Круто. А вы работаете или учитесь? Я работаю, да. Я менеджер по развитию бизнеса в IT-компании. Интересно. Интересно. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста. Что дили нам время. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Меня зовут Катя, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что на вас надето. Рваные ботинки Zara, без подошвы. Очень классные. Рокерские и уже выглядят как истинный рок-н-ролл. Какое-то платье, я не знаю, не помню откуда. Рваная косуха из кожи Zama. Что? Флоя. Вот это единственная нормальная вещь на мне. Это аксессуары, мне безумно нравится. А это какая-то серебряная штука с Бали. А это какая-то, я не помню откуда, что, какая-то фигня. Вы вообще серьезно подходите к выбору одежды? Да, нет. А больше любите онлайн или оффлайн вещи покупать? Брахолки. А, то есть Second Day. А, да, точно. Нам, кстати, очень нравится стиль, когда вот такую холщовую сумку и кроссбоди сумку сочетают. Это очень клево. И такой скандинавский, мне кажется, стиль, потому что они в маленькую кладут кошелечек и там телефон, а в большую набивают уже вещи. Да, так и есть. Это правда. Класс. Вообще супер. Спасибо вам большое. Короче, мы не успели сейчас доснять девушку красивую. Так жалко. Некоторые соглашаются, некоторые нет. А еще я иногда туплю и заплываю спрашивать, кто кем работает. Вот девушка, которая в кожаной куртке, в рваных ботах Заре и в платье, а она художник по костюму. В кино. Это так круто. И это видно. Это очень видно, да, что она, ну как стилист, художник по костюму, это тоже стилист. Да, да, да. Просто со знанием более тонких всяких киношных штурчиков. Да. Это такая вот прям цветов. Убийца цветков. А мне куда больше кайф. Да давай, я вру. Это был интересный опыт. Это был интересный опыт. Мы немного в шоке, люди немного в шоке. Все для всех в первый раз. Ну вы понимаете, как это бывает. Но мы довольны. Сначала было сложно, странно. Ну под конец еще очень понравилось. Ну это люди так прям смущаются. А потом такие, ой, я хлеба одет. Я так вот так. Да, и всем приятно, конечно, потому что мы делаем комплименты. Мы не подходим к тем, кто нам не нравится, естественно. В общем, спасибо вам большое, что смотрите нас. Мы ждем ваших лайков, комментариев. Подписок, репостов. Подписок, репостов. Все вот это вот, то, что говорят блогеры. Но больше всего мы ждем вашей отдачи по поводу того, нравится вам контент или нет. Да, да, может вам не понравится. И, конечно же, пожалуйста, отпишите в комментариях те, кто узнал себя в этом видео. Потому что мы всем говорили, как называется наш канал. И нам было бы очень интересно ваше мнение тоже. Спасибо огромное вам всем за то, что поучаствовали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok